Христос воскресе! Воистину воскресе! Приветствую вас, уважаемые телезрители! На прошедшей неделе в четверг мы отмечали День Победы. И вы знаете, главная мысль, которая занимала меня все эти дни, это мысль о жизни и смерти. Мысль о жизни в контексте смерти и о смерти в контексте жизни. Правильная мысль о жизни в тексте смерти может быть только в контексте смерти Христовой, смерти крестной. Потому что жизнь, которая не рассматривается человеком через Христову крестную смерть, есть жизнь растительная, бессловесная. Даже если люди каждый день прочитывают тысячи слов или целый день просидят за компьютером. И вот жизнь становится словесной, то есть достойной, разумной твари Божией в том случае, когда человек идет к свету, к свету Христову. И в свете Христовом он не боится и того, что могут обличиться даже злые его дела. Более того, он радуется, потому что обличается, потому что выходит наружу и уничтожается случайное, стыдное, пошлое, отвратительное. То, с чем жить не стоит, но зато и остается особенно явно видной и явно для всех в свете Христовом вот эта прекрасная чистота и красота души человека. Души человека, освобождаемого от всего нечистого. Вот примерно как прокаленное огнем золото светится в свете Христовом личность такого человека. И Евангелие дает нам опыт знания о кресте, о смерти Христовой, которая была волею принята самим Богом человеком и Богом Отцом. «Который так возлюбил мир, что дал Сына Своего Единородного, чтобы каждый, кто в Него верит, не погиб, но получил жизнь вечную». Вечная жизнь. Жизнь – это жизнь безусловной и совершенной красоты. Она становится возможной только тогда, когда не без напряжения, но с радостью принимается крест Христов. Крест Христов становится желанным, и в контексте креста Христова расцветает жизнь. Жизнь и смерть становятся не страшна. Не страшна не потому, что в бою с ней встречался не раз, тогда это просто привычка, а потому что сияет свет вечной жизни. И вот сегодня, когда приближается день Радоницы, у нас есть особенное основание больше, чем в любой день любого года говорить о такой смерти. И, соответственно, о такой жизни. И вот вы знаете, как ни старались первые пятилетки молодой страны Советов на заре прошлого века уничтожить веру христианскую в душах и сердцах людей, уничтожить убийствами, взрывами церквей, лагерями, в которые, кстати, десятками тысяч шли священники, монахи и просто верующие. Все делалось для того, чтобы устрашить наших людей. Народ не погиб. Даже те, кто, казалось бы, совсем и навсегда забыл, потому что вообще не знал по молодости слова Бог, вспомнили о Боге. Война стала испытанием. Испытанием не только мужества и жертвенности народа. Война стала испытанием веры. К сожалению, все меньше остается людей, которые лично хоть сколько-то помнят военные годы. Но, слава Богу, остались воспоминания. Почти с начала войны десятками открывались храмы и наполнялись множеством людей. Тех, которые, как казалось еще вчера, навсегда утратили веру. А те, кто сражались на фронтах, приобретали новые небесные переживания. И приобретали их не потому, что веру вызывал страх смерти. Хотя, нисколько не низко, но наоборот, чрезвычайно достойно человека, что даже и не самые высокие чувства вызывают в нем драгоценнейшее из глубины души. Осталось множество записанных свидетельств того, как люди на фронтах приходили к вере. И вот одно из таких свидетельств появилось в 60-е годы прошлого века в десятках экземпляров «И осталось известным навсегда». Стихотворение, найденное в гимнастерке убитого солдата. Оно было написано несколько коряво с поэтической точки зрения, но в нем явилась поразительная сила живой веры, открытая им в самом себе, в этом воине. Начиналось оно удивительным по дерзновению обращением. «Послушай, Бог, еще ни разу в жизни с тобой не говорил я». И стало сразу известно, широко известно среди солдат. И в советских лагерях духовно поддерживало многих заключенных. Вот послушайте его. «Послушай, Бог, еще ни разу в жизни с тобой не говорил я, но сегодня мне хочется приветствовать тебя. Ты знаешь, с детских лет мне говорили, что нет тебя, и я дурак поверил. Твоих я никогда не созерцал творений, и вот сегодня ночью я смотрел из кратера, что выбила граната, на небо звездное, что было надо мной. Я понял вдруг, любуюсь мирозданием, каким жестоким может быть обман. Не знаю, Боже, дашь ли ты мне руку, но я тебе скажу, и ты меня поймешь. Не странно ли, что средь ужасающего ада, но мне не страшно, ты на меня глядишь. Сигнал? Ну что ж, я должен отправляться. Мне было хорошо с тобой. Еще хочу сказать, что, как ты знаешь, битва будет злая, и, может, ночью же к тебе я постучусь. И вот, хоть до сих пор тебе я не был другом, позволишь ли ты мне войти, когда приду? Но, кажется, я плачу. Боже мой, ты видишь, со мной случилось то, что ныне я прозрел. Прощай, мой Бог, иду, и вряд ли уж вернусь. Как странно, но теперь я смерти не боюсь. Вы знаете, когда читаешь эти строки, хочется сказать, это неправда, когда говорят, ничто не забыто. Забыто оказалось главное, забытым оказалось то, что люди тогда отдавали жизни за други своя. И в этом было, по слову евангельскому, высшее проявление любви. Речь даже не идет о поколении совсем молодом, часто не дерзновенном, а просто дерзком, иногда отвратительно дерзком, смеющемся над орденами и медалями. К сожалению, забывается и прямыми детьми тех, кто были на войне. Многими забывается. Забывается то, что в войне открылось наиболее ценного дух народа, в котором не смогли убить веру. К сожалению, сегодня многие не выдерживают испытания как сытым благополучием, так и материальным неблагополучием. Когда все содержание души оказалось, простите, я употреблю такое слово, упертым именно в эту проблему максимального материального благополучия. и потому часто оказывается забытым то главное, что открылось в душе народа во время войны, особенно в душах тех, память которых более всего вспоминается в эти дни между Днем Победы и Радоницей, поминовением усопших. И чувство скорби, которое присутствует в эти дни в сердцах не потому только, что так много миллионов не вернулось с этих полей вместе с тем солдатом, который написал прочитанные мной строки, ставшие знаменитыми, а потом уже позабытыми. Теперь уже мало найдется людей, которые помнили бы огненные слова погибшего в атаке поэта. Сейчас их помнят лишь те немногие, начинавшие в 60-е годы прошлого века свой путь веры. Но забытым оказалось то главное, ради чего стоит жить. То главное, ради чего риск жизни осмыслен. То главное, что делает человека не растением, а словесным творением. То главное, что расцветает хорошо, когда сознательно, а иногда даже не очень сознательно, расцветает жизнь, открываемая в свете воскресения Христова. И в предстоящий вторник, когда мы будем сугубо, особенно усиленно молиться об упокоении в Царстве Божием наших близких, мы должны особенно молиться с благодарностью Богу о тех, кто сумел услышать в себе призыв Божий и открыть в себе лучшее и погибнуть, положить свою жизнь за други свои. Эта гибель для них стала шагом в жизнь вечную, где душа предстала, облеченная облаком Света Христова. И это стало не только их личным духовным торжеством, но и торжеством всей земли нашей нынешней Белой Руси. Субтитры создавал DimaTorzok